Доброе утро. Сейчас покажу, на чем и как я спал, по крайней мере сегодня. Немного маленький диван, но классный, удобный. Я со всеми этими катаниями перестал следить за новостями. Обычно я смотрел и интересовался курсом валют, потому что туда-сюда интересно, нужно, и надо знать, что происходит в мире. Вообще про все забыл. Я где-то уже, наверное, месяц, я не знаю, какая сегодня дата, какой день делят. Как правило, по жизни тоже меня это бесполезно спрашивать, я не слежу за этим. Животные инстинктивно, мышки, хомячки, собачки, они живут здесь сейчас. Я, наверное, хомячок, да? И их не планы, это ближайшие пару часов. Дальше они не знают, что будет. Поэтому пойду я делать какие-нибудь дела на ближайшие пару часов. Только тихо. Блин, я его разбудил. Прости, прости, котик. Прости, что я тебя разбудил. Можно тебя поглажу? Нет? Ну ладно. Блин, он так сладко спал, а я его разбудил. О, тут еще один есть. Выбегаю из кампуса и сейчас пойду в зал отправляться. Ну, собственно, ничего интересного. Единственное, что я там в зале еще ни разу не был, и сейчас я буду его искать. Ладно, поехали. Мне нужен телефон. Знаете, что я с ним? Понятно, что я счастливый. Иду просто, и... Женщина с дочкой, я не знаю. Ну, короче, компания, да, ходит. Они тут улыбаются. Ну и я улыбаюсь. Они начинают говорить, я частями понимаю уже. И понял, что они, типа, про мой вид сказали. И немного польстили. Мне было приятно. Я сказал спасибо, да, да. Я... Настроение так сразу поднимается. Люблю я Испанию. Когда я уже до зала тут доберусь. Мое нынешнее состояние выглядит как-то так. Можно подойти поближе. Ладно, буду переодеваться. Там Иисус нарисован. Поднялись на какую-то гору. Отсюда видно все Барселону. Сейчас будет очень красиво. Очень-очень. Там еще какие-то аттракционы вон есть, я вижу. Вот и вся Барселона. Можно не ходить по улочкам. Вот и вся Барселона. А вот с этой карусели, по-моему, видно тоже очень даже неплохо. И гонке, педа,еха,еха,еха,еха,еха,зи. Нахилип, ахилип, ахилип. Барса, ты прекрасна. На самом верху тут, что хочешь, какие хочешь, развлечения, там вон самолет, колесо, обозрение, для детей вон есть. Офигенно. Блин, реально крутое место. Как обычно, залез на самую высокую точку и сижу тут. Люди мне сказали, чтобы я слез, они немножко волнуются. Но они обманывают, на самом деле им насрать. Если бы они сильно воловали за меня, они бы оплатили бы мне операцию на спину, готовили бы мне завтраки. А так, это просто бла-бла-бла. Короче, здесь офигенный вид, если кто-то будет в Барсе. Да и в принципе, в любых городах, я же рассказывал, видите самую высокую точку, подымаетесь туда и город на ладони. И не надо топать ногами десятки километров, как я в принципе тоже иногда делаю по городу. И кайфуйте, сидите. Кофеёчек, чаёчек. Ну вы поняли, да? Смотрите, ребят, у меня есть бинокль. Мне дал этот очень хороший человек, чтобы я мог посмотреть на прекрасный вид Барселоны. Чудеса случаются. Так, наверное, не очень безопасно. Но безопасность не мой конёк. В общем, смотрите. Это Барселона. Там какой-то, кстати, самолётик летит. Где-то здесь, но его не видно. И где-то по этой Барселоне сейчас гуляет очень маленький Месси. Ах, да. Вот здесь есть собор с Джизусом на самом верху. Куча аттракционов. Вообще куча здесь. Тут не стоит ничего комментировать, как обычно. Стоит просто наслаждаться этим видом и благодарить Вселенную Бога. Кого вы верите, не знаю, друзей, что вы можете наблюдать за такой картинкой. Ну и здесь круто. Барса – офигенный город. Давайте я чуть-чуть приближу, чтобы была возможность немножко рассмотреть. Не буду слишком быстро дёргать рукой. Фух. Или дышу, потому что закрылись двери. Вот. И чувак меня ждёт. Теперь нужно бежать обратно. Папу. Нет, ничего страшного. Объехал. Все sett!!!!